Ребят, всем привет, с вами как всегда Джамбу Макс, и сегодня мы обсудим такую тему, как выход Battlefield 6 на старое поколение консолей. Обсудим, чем это чревато, в чем это плюс, почему же все-таки игра выйдет на старое поколение, когда она выйдет и так далее. Для того, чтобы поддержать данный видос, не стесняйся прожимать лайк, подписываться на канал, и помимо этого залетай к нам еще и в Телеграм, где мы решили разыграть последний Resident Evil. Если что, ссылку на розыгрыш я оставлю в закрепленном комментарии. Также не забывайте забирать подписку Кинопоиск HD, там как раз Майор Гром вышел, можете глянуть совершенно бесплатно, ибо подписка дается вам на 60 дней, плюс еще всякие бонусы на сервисы Яндекс к ней идут. Ссылка, если что, будет так же, как всегда в закрепленном комментарии, и давайте начнем. А начнем с того, что несколько дней назад в сети начали всплывать различные новости о планах игровой индустрии, ведь скоро Е3, уже как полгода идет какой-то затише, и соответственно уже надо раскрывать карты на новые проекты, и Батла 6 в этом плане стала не исключением. В итоге стало известно, что Battlefield 6 официально выйдет и на PS4, и на Xbox One. После этой новости, признаться, у меня появились некие сомнения насчет этой игры, а именно то, что нас ожидает что-то прям нечто прорывное и невероятное, ибо всегда, когда игра привязывается к старому поколению, это немного сокращает прогресс, ибо игра должна работать играбельно и там, и там. В принципе, этим сомнениям уже противостоит новость, мол, пастген-версия будет выглядеть хорошо, но next-ген-версия всегда будет лучше, и тут стоит понимать, что возможно будет две версии. Единственное, очень интересно, как это все будет реализовано. Просто, если же игра будет реализована по типу Smart Delivery, ничего кроме стабильного FPS и повышенного разрешения мы с вами не получим, ибо каждая такая вот оптимизация под новые консоли, лично для меня, это несущественно. Просто некоторым играм я был рад, что они попали под оптимизацию, но по большему счету изменений особо не было, ну если только опять же не брать FPS и разрешение. Другое дело будет, если сделают именно две версии, прям отдельных, next-ген-версии и версии для пастгена. Это будет по-любому плюс, ибо тогда нас реально могут ожидать чуть больше отличий, а хотя возможно и нет. Просто я вспомнил, что я до сих пор не понял, за что я заплатил за Cold War, а именно переплатил 10 баксов, ну я понимаю, что я заплатил якобы за next-ген-версию, но каких-то мега-отличий я, к сожалению, не нашел. Да, как бы спасибо, что Cold War у меня не идет в 30 FPS постоянно, но все же это, мне кажется, больше развод на бабки, нежели реально стоящая переплата. Кстати, второй исход событий более вероятен, исходя из новостей, поскольку гуляет по сети информация, что различия будут помимо всего еще в количестве игроков, ну а также в разрушаемости. Но тут у меня опять вопрос, как все будет реализовано, но к этому вернемся мы чуть позже. Также в этой ситуации, на мой взгляд, есть и плюс, и он заключается в том, что большая гвардия игроков со старым поколением консоли все-таки поиграют в новую игру. Но в этой ситуации сразу есть и минус, который несет в себе качество выдаваемой картинки на старом поколении. Исходя из того, какая вышла батла четвертая, как вытягивали бы там батлу первую и пятую консоли прошлого поколения, скорее всего разрешение будет крайне маленькое, ну дай бог, чтобы 720p было, по-любому обойдется не без просадок и, соответственно, сама картинка может быть на уровне мобильных игр. Это опять же при условии, если батла шестая действительно делалась с огромным уклоном на нексген. Просто если вдруг нексгеном-то и не пахло, то мне кажется, что все будет нормально. Просто я вспоминаю опыт батлы четвертой, она, по сути, получилась кроссгенной игрой, и она вышла и на Xbox 360, и на Xbox One, и на Xbox 360 она выглядела, наверное, даже хуже, чем колда для мобилок. В этот раз, в принципе, может быть то же самое. Почему от батлы шестой хотелось бы нексгена? Ну, во-первых, потому что пятая часть вышла в далеком 2018 году. В далеком 2018, как-то даже непривычно говорить, но это реально было 4 года назад, капец. Ну, а во-вторых, из-за того, что в прошлом году на презентации Electronic Arts нам кинули очень крутую затравку на нексген-проекты, которые на демо-роликах выглядели ну просто шикарно. В общем, из-за этого опять в голове складывается какое-то мега ожидание прорыва, чего-то годного, но опять же, наши ожидания — это наши проблемы. И в последнее время, чем больше получаешь слухов, каких-то инсайдеров, новостей, тем грустнее становится на релизе, поскольку в голове одно, а по факту выходит совершенно другое. Вообще, напишите свое мнение о том, как вы видите исход событий с батлой шестой, ждете нексгена от нее или нет. Короче, пишите свое мнение в комментах. Почему батла шестая все же выйдет на старое поколение консолей? Как по мне, ответ очень прост. Сейчас идет общемировой дефицит консолей, соответственно, обладателей нексген поколения не так много, и спрос в разы обходит предложение. Исходя из этого, ребятам, кто делает игры, просто невыгодно делать игру, опять же, в данный момент, только под нексген, поскольку они таким образом кидают за борт просто миллионы денег, которые могли бы заработать на потенциальных потребителях, у которых уже есть консоли. Но опять же, я думаю, что более подробные объяснения тут будут лишние. Единственный вопрос по всему этому кроется, как это все будет реализовано. Если же с колдой было все понятно, что разница касается лишь графики, но тут и графа, и количество игроков, и разрушаемость. Просто у меня были надежды на кроссплей, ибо пользователей нексгена будет не так много, и, соответственно, новому поколению, возможно, будет не так много игроков в онлайне. Но как они все-таки поступят, мне пока, если честно, не ясно. Наверное, для них все же выгодно сделать кросгены издания, и в случае, если ты хочешь, чтобы лобби было полное, да, и ты смог поиграть с обладателями Xbox One, просто запусти версию по обратке. Но тогда у тебя, возможно, будет минус количества человек в патте и мега разрушаемость. Ну, она тоже минус. Плюс, если рассматривать все-таки возможные кросгены издания, оно позволит больше заработать и в то же время почти ничего не потерять с обладателей старых консолей. Ибо, по сути, ты отдаешь ту же игру, но с улучшениями накидывай туда 10 баксов. Типа, почему бы и нет? Опять же, это лишь мои догадки, поэтому если у вас есть по этому поводу свои мысли, то напишите их в комментариях. Если что, Батла 6 официально выйдет между октябрем и декабрем этого года. Да, информация может измениться, но пока план у них такой. Не знаю, как вы, но я жду Батлу 6, ибо скучаю по этой серии, скучаю по его тимплею, по атмосфере масштабной войны, да и вообще, признаться, хочется Нексгена. Реального Нексгена, а не какой-то пародии с 60 кадрами и 4К разрешением. Единственное, я, наверное, по большей степени против выхода данной игры на прошлом поколении, поскольку, вероятнее всего, из-за этого реального Нексгена мы долго не увидим. Но я понимаю, что, исходя из нынешней ситуации, именно из-за дефицита, это тупо невозможно. Поскольку Нексген консолей крайне мало, и, соответственно, выпуская только для PS5 и Xbox Series, это невыгодно никому. Но, опять же, в этом плюс в том, что будет крайне большой онлайн, и те, кто на старом поколении, смогут опробовать новинку. В общем, поживем, увидим, как это будет. Единственное, в нынешнее время лучше все-таки, наверное, не надеяться на что-то мега-крутое и просто смотреть на все по факту. На этом, в принципе, все. Обязательно пишите свое мнение, что думать вокруг новостей Батлы 6. Если видос вам понравился, не забывай оставить лайк, подписываться на канал. И большое спасибо за просмотр. До новых встреч!